Здание печи состоит из трех этажей. С верхней части печи, слежанки, открывается вид на все дома, где как раз выставлена русская печь. Нижняя кладка, где свод горюлы, тоньше, а наружная стенка, кладка толще. Можно было валенок, варежки просушить. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Мы сегодня находимся в Калужской области, в парке Этномир. Здесь представлена тема, это русская печь. Выставлена печь 11 метров в высоту, это самая большая печь в мире. Павильон наглядно демонстрирует, что печь это сердце дома. В павильоне все выставлено так, что печь стоит в центре. Здание печи состоит из трех этажей. Первое это под печек, второе топливная часть и третье лежанка. Заходим под печи. Здесь мы можем видеть, что здесь уже идет готовка. Как я понимаю, это пирожки, то, что выпекали в русских свечках. Так, поднимаемся в топку. Стоя здесь, чувствуешь себя пирожком, который испекся, да, и уже вот выходит, так скажем, на стол. Потому что мы как раз сейчас на шиске, да, ну и грубо нас даже уже забирать на стол, ставить. Все знаем, что в русских печках, то есть у нас весь свод это арочный, самое теплое место, наверное, оно где-то вот здесь будет. Потому что вся лучевая вот эта энергия, которая от стен, которые нагрелись, как раз всеми лучиками, ну и плюс пот, будет максимально нагревать продукт вот в этом месте. Здесь что мы видим? История русской печи, какие они были, то есть глинобитные, по расположению, как они в доме располагались. Первые русские печи, израстовые печи, тут много по израстцам сказано, то есть как израстцами печи отделывались. Ну что, мы выходим из топки, поднимаемся наверх, на лежанку, греться. Ну какая печь русская, без лежанки? Вот мы как раз находимся на этой площадке. При работе печи всегда верхняя часть прогревалась, и на ней, как правило, спали дети, то есть чтобы можно было прогреться. Это самое теплое место, наверное, было в избе. С верхней части печи, с лежанки, открывается вид на все дома, где как раз выставлена русская печь. То есть если пройти по кругу, можно увидеть всю экспозицию, как она выглядит. Но сейчас мы, я думаю, что выберем дом, один из домов представленных, зайдем в него, посмотрим, там русскую печь уже рабочую именно, потому что они все рабочие. Может даже и на лежанку тоже залезем, посмотрим, как это все вживую выглядело. На этой печке можно греться 20-30 людям. Вот сейчас мы возле Костромской избы, зайдем, посмотрим, как там уклад стоит по печке. Так, сейчас мы зашли в Костромскую избу. Юрий, экскурсовод, нам коротенький экскурс проведет по печи, как она выглядит. Выглядит именно живое, это живое же здание. Да, конечно, конечно. Все печи у нас рабочие, находимся мы в избе Костромского типа. Что самое главное, что печь всегда располагается по диагонали от красного угла. Красный в переводе с древнеславянского красивый. Где с распространением христианства на Руси, это где-то с 13 века, хотя Русь крестилась в конце 10 века. Потому что красный угол, это духовный угол, то печь, печка-матушка, это фактически центр материальной культуры. Как бы мы сейчас сказали, у печи на самом деле очень много функций. Во-первых, мистическая функция в подпечье, вот там, где дрова для топки сушатся, либо в запечном чуланчике низший дух славянский, да, хранитель жилого пространства, домовой, да, как дети часто называют, Кузя живет. Связанная с обрядами функция сваты, сваха, когда приходили, ручки открытые к печке прикладывали, грели их. Ваш товар наш купец. Потом приступали к разговорам, когда приступали уже к столу, другое обсуждали, сватовство. Вот такие печурки у печи, углубления. Нижняя кладка, где свод горнила тоньше, а наружная стенка, кладка толще. Можно было валенок, варежки просушить, поставить к рынку с молоком, сквасить, либо подогреть. Как я говорю, можно сказать, это современная СВЧ-печь. Помимо этого, на печи, конечно, спали детки до 5-6 лет и старики, родители со стороны хозяина. Конечно, могли спать и дети более старшего возраста, но если хворали, заболевали. Как правило, остальные, конечно, по лавкам размещались у печи. Баба-яга, персонаж, которым детей пугают. Баба-яга реальный персонаж, который прообраз нахарки ведунья, которая живет в крестьянском селении. Приходит она, ребеночек родился недоношенный, 7-месячный, весом меньше полутора килограммов. На пласт ржаного теста, а на ребенка маленького, закутывает. В тесто еще травки целебные. Печь прогревается, протапливается. Потом с помощью кочерги все удаляется. Оттуда угли крупные с помощью помела. Это, можно сказать, веник на длинной палке, зола мелкая. Отодвигается кочерга, куда с помощью нее поленница задвигается туда. Заслонка отодвигается, устье локотком, нахарка ведунья температура померила, что печь подостыла, 50-60 градусов. И на хлебные лопати туда его. Он там прогревается, косточки, обряд допекания у славян. Таким образом, многих детей в течение месяца, полтора-двух удавалось выходить. Он там часик полежал, потом заорал, тесто собачкам отдали. Опять же, там все хвори вышли. И ребенка, матушка покормила, в люльку колыбельку положила. Таким образом, многих детей удавалось спасти. Это то, что сейчас в роддомах, в перинатальных центрах называется кювес. Только сейчас все стерильно, трубочки и датчики различные. Не бык, но рогат, называется ухват. С помощью такого приспособления в русской избе ставили котелки и чугунки. Семьи большие. До 19 века многодетная семья считалась от 8 человек детей. Посмотрите, пожалуйста, если в обычный день вот такой вот чугунок. А вот если он наполненный будет? Если он еще из чугуна, он легко мог весить путь. 16 килограммчиков. Поэтому мужики были крепкие и здоровые. В печах только большего размера, у которой вот эта часть перед шерстком была крупная и устья. До середины 20 века мылись даже взрослые мужчины, а детки 5-8 лет могли вдвоем, втроем залезть. Вход в устья и здесь это отверстие перед шерстком делалось гораздо больше, выше. И брался самый широкоплечий член семьи. По 10 сантиметров с разных сторон прибавлялось. Протапливалась печь, подостынет соломой, туда кидает мужчина, ногами туда залезал головой. В эту часть брал с собой виник дубовый, березовый, какой-нибудь отвар ржаного кваса. Свод горнила побрызгал и лежит там себе париться. Зимой здесь, прям если холодно, в тазу в каком-то окунулся, обтерся полотенцем, рубаху чистую надел, на печь залез, ножки к трубе. Держи ноги тепле, а голову в холоде. Или мог до речки даже добежать, потому что селения строились, как правило, около реки. Помимо этого, грядка. Грядка это такой шест в передней части, вот этой, на котором могут дары леса. Травки, грибочки сушиться и прочее. Помимо этого, уголь. Это что у нас? Углем можно девице бровки подрисовать. Помимо этого, зола. Это прекрасное удобрение. С помощью щелока, мелкой золы, растворенной в воде, стирали, можно сказать, белье туда. Так же, как и голову мыли. Так же, как и сами щелоком натирались. То есть, помимо этого, ну, лечебная функция, да, косточки и все прочее. Помимо этого, березовый уголь, да, если березы топили. Для чего служит? В аптеках продается. Другой. Для, как абсорбент, да, при каких-то расстройствах и прочее. У печи, на самом деле, если все функции перечислить, то их получится порядка 20 штук. Спасибо большое, что рассказали нам. Ну, я так, коротенько. Так, можно наверх еще забраться? Дети старше 5-6-летнего возраста, конечно, на печи уже не спали. Если только хворали, заболевали, тогда да. А так было место, которое называется палате. Это настил сплошной из досок, который идет от вот этой передней входной стены, из сеней. И идет он до матицы, вот до сюда, до опорного бревна, в данном случае это брус. Вот такая площадь. С печи, да, на палате. Там какая-то дерюга, условно говоря, мешковина, набитая соломой. И на ней детишки с 5-6-летнего возраста перебирались и спали. Летом на палатах могли сушить дары леса, травки, грибы, различные ягоды. Потому что на палатах все равно тепло, печное тепло. Там, конечно, самое теплое место на матушке печки. Ну и теплый воздух тоже поднимается наверх. На палатах спали. А так спали на всем. И на скамейках, и на лавках. В летнее время на полу, в сенях, да, где-то на сеновалах, повсеместно. Вот в такой избе совершенно спокойно могла расположиться семья 8-12 человек. Но, в принципе, и даже 20. Потому что семеро по лавкам, четверо-пятеро на печке. Только легли вы неправильно. Туда головой, да? Головой туда, а ногами в дымоходу. Потому что народная мудрость, ноги держим в тепле, а голову в холоде. Если семеро по лавкам, пять туда, то мы уже 12 разместили. И 8 детишек мы спокойно можем разместить вот на таком навесе. Ну, здесь он не представлен. Здесь у нас полки. Слошной такой навес из досок в палате. Вот таким образом. В тесноте, да не в обиде, как бы мы сказали, в современной квартире-студии или комнате. Тут два этажа, а тут кто-то снизу может спать, а кто-то сверху. Ну, в основном на лавках, на печи и на палате. А по возрасту как-то делились? По возрасту до 5-6. И старики, у кого косточки больные уже, да? Родители со стороны хозяина. Старше 5-6 лет, если не болели, то спали на палатах. Палате вот до сюда идут. Прослушали экскурсию про русскую печку. Прям было познавательно. И примерился, так скажем, как можно лежать. В общем, это микроволновка, да? То есть и обогреватели для готовки пищи. То есть печь работала прям на все 100. Наша прогулка подошла к концу. Что хотелось бы сказать? Чтобы развиваться в каком-то деле, надо знать историю. и традиции. На примере русской печи мы это наглядно увидели. Всем большое спасибо, что смотрите нас. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ваш печной мир. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok